Новости Москва-Баку. Здравствуйте. Случением статусов БРИКС данными странами может решиться на саммите объединения, который Россия как страна-действующий председатель организации проведет в октябре в Казани. Ранее о желании вступить в БРИКС заявила Турция. Сегодня президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел отметил, что Москва в рамках своего председательства БРИКС будет содействовать плавному включению новых участников в организацию и примет необходимое решение уже к саммиту в Казани. В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры объединения. Прошу правительства МИД продолжить содержательную работу, диалог с партнерами, чтобы выйти на казанский саммит БРИКС в октябре с весомым набором согласованных решений, которые зададут вектор нашего сотрудничества в политике и безопасности, экономике и финансах, науке, культуре, спорте и гуманитарных связи. В целом, полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Стоит добавить, что формат БРИКС сегодня становится одним из крайне актуальных. Так, с 1 января к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР, из которых и состояла БРИКС, присоединились Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня же Владимир Путин, давая новые поручения по внешней политике России, заявил, что гегемония Запада уже невозможна. И все больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. А на аванс сцену выходят страны глобального юга-востока. Глава российского государства обратил внимание, что Москва с коллегами по Содружеству независимого государства приняла совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. При этом, как отметил Путин, Запад по-прежнему пытается навязывать свою гегемонию и влезать во внутренние дела стран и регионов. В частности, он привел пример Южного Кавказа. В этой связи президент заявил, что России необходимо с партнерами проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения. Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл дал напутствие новому главе Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви епископу Алексию. Церемония наречения патриархом нового епископа Бакинского состоялась 12 июня в Москве в Храме Христа Спасителя, а после 13 июня в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Глава РПЦ отметил, что главная задача епископа Бакинского и азербайджанского – это духовная поддержка русского населения Азербайджана. Патриарх призвал епископа изучать культуру страны и азербайджанский язык. Азербайджан – это современное светское государство, но с древними мусульманскими условиями и традициями. Это налагает у тебя особую ответственность. Как человеку образованному и всю жизнь проведшему на Кавказе тебе должно быть хорошо известны особенности исламской культуры. С учетом этой специфики тебе надлежит систему устраивать диалог с религиозными общинами страны. В этой связи патриарх призвал епископа Бакинского прислушиваться к советам главы управления мусульман Кавказа Алла Шукюра Пашизаде. Патриарх Кирилл отметил, что Пашизаде внес значительный вклад в укрепление, цитирую, «по-настоящему добрых, конструктивных и доверительных отношений между русской православной церковью и светским руководством Азербайджана». Отметим, что епископ Алексий всю жизнь посвятил церковному служению на Кавказе, в Ставропольском крае. Добавим, что христианство в Азербайджане имеет древнюю историю. В стране действует бакинско-азербайджанская епархия русской православной церкви. Всего на территории Азербайджанской республики функционируют семь православных храмов в Бакуге, Анже, Сунгаите, Хачмазе и Линкаране. Лидер оппозиции Армении архиепископ Бакрат Голстанян признал безрезультативность проводимых движением протестов. По его словам, в политическом смысле борьба движения до сих пор не увенчалась успехом, и власти продолжают стоять у руля страны и подписывать документы. Кроме того, по его решению оппозиция свернула палатки, установленные перед зданием правительства и перекрывавшие движение транспорта на протяжении четырех дней. Ранее 9 июня Бакрат Голстанян заявил, что объявляют палаточную акцию протеста, которая продлится 96 часов. Своё решение убрать палатки мятежный архиепископ пояснил просто тем, что 96 часов истекли, и движению пора менять тактику. Цитата. «Мы должны перестроиться, а вы думаете, как воюют? Бывают битвы, в которых выигрывают или несут поражение, несут потери и добиваются успеха. Нужно перераспределение и изменение стратегии, чтобы достичь победы. Я хочу реорганизовать всё наше движение, сделать более масштабным и всеобъемлющим и довести движение до победного конца», – заявил Голстанян. Интересно, что сегодня, впервые с 9 мая, оппозиционеры во главе с Голстаняном отказались от своих ежедневных хождений толпой по Еревану. Накануне Голстанян заявил, что с пятницы возобновляет встречи с разными политическими силами, которые готовы его поддерживать. Встречи будут проходить и в течение выходных. Накануне же он добавил, что участники движения вновь соберутся у здания парламента с 17 июня и проведут там митинг. В этот же день пройдет заседание по вопросу отставки правительства. Ранее власти страны сами назначили такое заседание как бы в пику и с ироник оппозиции, как отмечают эксперты, прекрасно понимая, что и просто не хватит голосов для объявления отставки действующей власти. Исчезновение палаток протестующих центральных улиц, можно сказать, символично отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сегодня с утра он совершил велосипедную прогулку по практически пустым улицам столицы в компании других любителей спорта. Соответствующее видео премьер опубликовал на своих страницах в соцсетях. Длина маршрута, по которому Пашинян прокатился, составила 15 километров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Армения сделала еще один антироссийский шаг. Сегодня стало известно, что секретарь Совета Безопасности Республики Армен Григорян примет участие в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза. Цитата. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян посетит с визитом в Швейцарию, где состоится саммит по регулированию конфликта на Украине. После конференции секретарь Совбеза отправится в Париж, где у него пройдут рабочие встречи. Отметили в пресс-службе Совбеза Армении. Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что так называемая мирная конференция по Украине, которая пройдет 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток, в принципе ничего не может решить вокруг украинского вопроса без участия в ней российской стороны. Ее проведение не более чем абсурд и шоу. Известно, что в саммите помимо главы киевского режима примут участие лидеры Германии, Франции, Японии и других стран. США будут представлены лишь на уровне вице-президента Камалы Харрис и советника президента по безопасности Джейка Салливана. Китай, Саудовская Аравия, Бразилия, ряд других государств, как и все страны СНГ, за исключением Армении, от участия в саммите отказались. Ранее в этой связи в российском МИД заявили, что ближайшие союзники и друзья России из СНГ прекрасно понимают суть данной конференции и что к миру она не имеет никакого отношения. Интересно, что в преддверии саммита число стран его участниц сократилось со 107 до 78. А на этом у меня все. Еще больше информации на портале moskvaboku.ru и в нашем телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok